Эй, всем привет, друзья! Доброе утро! Ну, или когда вы там смотрите меня. Снова с вами Макс Траур, вы на канале о путешествиях. Мы с вами находимся на островах Теркас и Кайкас. Это английская территория. И здесь рядом со мной частный остров. К нам приехал наш друг Перри, который также сегодня выходит в Доминикану. Да, друзья, у нас начинает сегодня переход. Вроде все должно было стихнуть. Там какая-то туча, но что-то пока не стихает. Порывы 21-22, это, в принципе, небольшие. Но мы еще закрыты островом, поэтому видим, вот видите, пошли барашки. Лодка начала немножко мутать. Это, скорее всего, говорит о том, что туча сейчас приходит. Сейчас пока ветер 17. В принципе, мы готовы. Через пару часов выходим на Доминикану. Нам предстоит сегодня преодолеть 100 миль. Мы где-то пройдем это за сутки. Планируем в районе от 16 до 20 часов. Надеюсь, нам повезет, все будет хорошо. Так что не забудьте поставить лайк, написать комментарий, поставить колокольчик. Вот, друзья. Ну и за мир. Миру, мир всем, в общем. Ну, а мы будем собираться. И погнали. Йоу. Последние проверки. Все ли у нас здесь хорошо. Антифризы. Масла. Все отлично. Запустить двигатель. Начинаем, друзья, наш крестовый поход. На самом деле, немного волнительно. Это, скажем, последняя дорога до Доминиканы. Последний путь уже там нигде ты не сможешь остановиться. Поэтому только до победы. Все, он сосед у нас уже начинает сниматься. И мы гоним. Видим, что вода льется хорошо. Пара нету. Так что все окей. Погнали. Все, якорь поднят. Газу. И уходим чуть на глубину. Сейчас вон за Перри пойдем. Потому что здесь есть мели. Так что надо уйти. Видите пятнышки эти? Непонятно, это камни либо что. Так что уходим. Ну что, прощай, остров какого-то лорда английского. Мы идем на Доминикану. Перри там уже все обустроил. Вот развязывает парус. Прикрепил якорь. И мы выходим. 15 узлов. Где-то будет наш сегодняшний ветер. 17. Уже даже на моторе, так как боковой ветер, друзья, 4,7. Это очень радует. 16 узлов ветер, 4,5. Скорость средняя наша уже 3,9, 4,5. До 5. То есть очень даже есть шансы, что мы спокойно дойдем. Что на парусах, что на моторе. Сейчас опять чуть-чуть мы набираем высоту. Нам надо обойти, потому что мели и туда уже. Вот видите, камешек. Да, камень. Но он такой не торчащий. Он в глубине находится. Кстати, он не указан как именно камень, как препятствие. Не всегда верить картам. А тут началась уже болтанка. Волны такие, знаете, неопределенные. Туда-сюда. Неприятное управление. Еще пока без парусов. Тебя не вжимает и раскачивает. Вон, смотрите. Вот тут образуются волны. Ломаются. Видите, беленькое так много. Это потому что камень. И он вылазит из глубины. Соответственно, тут можно насадить лодку. Ну, на картах это все отмечено. Мы его как раз и отходим. Да, волны не самые приятные. И сейчас 30-19. Он только сейчас готовится уже к поднятию парусов. Но танка будет пока мели. Потому что здесь 12 метров. И с океана приходит волна. Она, естественно, разбивает. Только чуть позже уже пойдет нормальная волна. Сейчас будет весело. Потому что мы идем сейчас прямо против ветра. И волны очень короткие, маленькие. Прямо будут валить, сейчас бить нас. Посматривай, как там. Аккуратно волна. То же самое делает и наш друг Перри. Да, сейчас залезла. Подожди. Такая болтанка. Ничего. Еще. Сейчас пока что... Ну, она сейчас уже приспущена зеленая. Можешь еще чуть-чуть. Сейчас мы начинаем выходить на наш истинный курс. И... Ну, потом будем настраивать паруса. Сейчас посмотрим, сколько игралось. Пока что фиксирую ее. Все, парус выставлен. Let's go. Мы уже обошли с обратной стороны остров. Здесь еще пока неглубокая вода. Здесь около 10-15 метров. И вот такая болтанка нам предстоит, возможно, час-полтора. А вот уже это как бы океанская. Ну, такая разбитая. Она не длинная. Вот видите, мы поднялись на волне. Сейчас уходим вниз. Она такая вся ломаная. Ну, парус лучше стал прижимать, да? Меньше качки стало. Выставили мы еще и стаксель. Так что даже набираем скорость 5,7. Нам бы еще немножко его подтянуть, наверное. Ну, что, вроде мы вышли на наш нормальный курс. Скорость 5,8-6. Единственное, что только, конечно, волна не радует. Порывы где-то 21-22. Ветер примерно 18-19. Ну, все. Смотрите, как уех. Выходишь, заходишь. Неприятно. Большой сильно выход. И сам начинаешь, знаешь, так прессом. Оп, отработал. Раз тут словил. Тут опчик, оп. Ну, волна уменьшилась, да, смотри. Ну, все равно такая вся, блин. Не океанская. Океан такой неспокойный. Еще после ветров. Вот завтра, послезавтра вообще погода будет отличная. До 15 порывы всего лишь здесь в скорости. И успокаивается океан. А сегодня еще вот последний день, когда он такой. Ну, должен быть идти на уменьшение колебаний. А маленькие такие. Смотри, и правда, с целой стайки. Вау. Прямо целая стайка. Там, вроде как детенышем было. Класс. Ага, выпрыгнул. Не, не скинул. И маленький детеныш прямо. Играются с нами. Ну, все, Ляне, он под код там, прям. Ну, офигенно. Друзья, я только что видел кит. Кита, блин. Офигенно. Он только что фонтан пускал, блин. И вышел, чуть половинку тут показал, блин, своего тела. Охренеть. Ну, вот смотри, прямо где перик, вот между он был. Офигеть, блин, прямо кит-кит. А сейчас у них как раз и идет и миграция, и, не знаю, вот творение. Короче, нет слов просто добраться. Это бомба что-то нереальное. Я сначала не понял, что это за такие фонтаны, я думал. Может, ну, не камни, не похоже, потому что мы на глубине. А тут, блин, потом вижу. Вау. Круто. Я перик операции. Чувак, смотри, с правой стороны кит-кит, блин. А я даже не знал, как он по-английски называется. Буквально еще три часа, друзья, и солнце сядет. Это самое, наверное, неприятное в яхтинге. Одно из неприятнейших в яхтинге. Волны еще так себе, но уже видны, что они поднимаются, опускаются. И иногда прямо так наверх поднимаешься, вниз опускаешься. Но пока не критично. Ветер вроде бы чуть-чуть ослабляется. Мы будем надеяться, что так и будет. Он сейчас даст три градуса. Браво. Это немножко у нас расхождение. Я им Перри говорю, типа, чувак, давай к нам поближе. Зачем ты уходишь левее? Потому что на Вионикс показывает, что ты уходишь левее. Мы уходим левее. А я говорю, давай сблизимся с ним вместе. И вот вы можете видеть, вот есть направление, куда мы должны прийти. То, что она болтается, это нормально, потому что на волнах вы уходите. Но можно увидеть, что примерно погрешность у нас плюс-минус. Вот. Мы берем сейчас немножко левее. Почему? Потому что есть снос ветровой волны. Дрейф, как бы так называемый. Поэтому я беру чуть левее. Но видите, иногда даже показывает, что достаточно много. Можно еще добавить пару градусов. Пару градусов, значит, волна будет легче. Ну, волна, да. Здесь сейчас уже такая чувствуется, да, волна? Пошла океанская. И она такая вот, ну, еще не полностью сформированная такая, нормальная. А все же немного подразбитая. Но видно, что она большая накатывается. Вот как мы сейчас будем подниматься. Вы видите, что перик практически плохо видно. Сейчас мы на гребне волны. А ой, идет волна какая. Прямо чувствуется. Сейчас мы опять поднимемся. Оп. И вот уже падает волна. 8 секунд волна. По показаниям в Инди программы должна быть 1,7-1,8. Но к утру должна спадать. Я сейчас делаю всякие проверки. Обычно это как двигатель. Вода проходит. Все ли тут хорошо? Пока вроде все нормально. Единственное, что, конечно, внизу сейчас находиться очень так непомфортно. Во-первых, жарко. А второе, за счет того, что постоянно качают, ты можешь очень быстро прикачаться. Сминем здесь крен. Сейчас я украюсь вообще вот на полку. Туалет, кстати, к слову, достаточно тоже тяжело ходить. Ведь я слышу, те даже периодические удары. Мы рубимся волну. Чтобы вот воспользоваться туалетом, ты должен так бочком зайти. Упереться в одну стену, потом в другую стену. И вот так бочком начинаешь ходить в туалет. Ну и держишься как можно больше. Это очень важно. Солнышко уже начинает садиться. Это вот самое такое мое неприятное ощущение. Когда свет есть, все же по-другому происходит селлинг. А когда уже солнышко садится, знаешь, такое все становится грумое, страшное. Ладно, 30 минут есть, можно поваляться, отдохнуть. Еще один закат в океане, друзья. Это прямо океан-океан. Глубины уже такие хорошие. Мы пока идем также по двумя парусами. И на горизонте только начинают сформироваться тучки, что очень как-то нежелательно. Пойдем посмотрим, что у нас скажет радар. Ну, радар ничего не видит. Ну, отлично. Все, друзья, закат. Прощаемся с этим днем. Надеюсь, завтра или следующий день будет лучше. Мы придем в Доминикану. Без таких нюансов, какая волна. Прямо от Эрико даже не было видно. И все будет окей. Вечером сюрпризов не будет. Я очень надеюсь. Как говорят американцы, I hope. Солнышко свою работу закончило. Надеюсь, луна. Луна вроде маленькая. Вчера было очень звездное небо, но луны даже не было. Блин, как будто эти тучки пытаются все же нас догонять, да? Может быть, все же и нет. Сейчас будем, в общем, пить чай. Ну и колбаситься дальше. Ну, в общем, друзья, давайте. Ух, горяченький. Нам остается 58 миль. И как бы все окей. Видите, мы чуть-чуть уходим левее. Это с тем расчетом, что у нас волна будет чуть-чуть пихать правее. Вот такая система. Ну и еще немного заката. Оставшееся время. Сейчас уже 18.23. Так что, видите, всегда есть еще 30 минут. Немножечко света. Луны нету. Вот это минус. Да, мало видно, плохо видно, но вот так видно. Начинаем нашу курсацию. Проверили, все хорошо. Идем. Идем отлично. Есть такая фишка ночью, что вот кажется, хочется включить наоборот свет, чтобы, знаете, как-то уютно стало. А то темно, и дует где-то там, либо что-то шубуршит, и ты не понимаешь. Но при этом ты должен быть с выключенным светом, потому что иначе ты просто не видишь обстановку, что происходит. И примерно еще 15 минут, 10, тебе надо на то, чтобы адаптироваться, как только сейчас я вот выключу с камеру и свет. Очень удобно иметь, конечно, красную лампочку, потому что, да, она не раздражает глаза. Так что я сейчас вахтую. Антоха отдыхает. 58 миль нам еще. Ну что, движуха наша продолжается. Сейчас у нас были нюансы некоторые, потому что порыв что-то пришел 25-26. Пришлось немножко подобрать и паруса, и выйти на штурвал. Сейчас вроде все нормально, остается 45 миль. И в принципе все окей. Сейчас даже ветер немножко потихий, и стало всего лишь 13, ну, 13 узлов. И смотрите, сейчас интересно, какой момент. Вот я вам показываю. Видно, не знаю, не видно. Вот наша карта, да. И теперь смотрите, если смотреть, то мы придем в 7 часов утра. То есть мы можем добавить немного скорости, но рассвет в 6. И мы как бы сейчас планируем, высчитываем, чтобы нам прийти сюда в 6 утра. Потому что это очень важно, чтобы по темную не заходить. Пока мы попадаем, где-то в 6.30 начинается рассвет. И в общем, это такая частая система, когда ты должен определить, стоит ли идти быстрее, либо немножко замедлиться, таким образом прийти как бы вовремя. Вроде с одной стороны болтаться будешь дольше, но зато ты больше шансов, потому что ты войдешь по свету, а не будешь тихать по темному. Оставьте, если там пришел в 5 утра, не было смысла тогда найти его, выходить позже, раньше. Так что надо считать. Ночные переходы. Это так себе, друзья. Сейчас он с левой стороны корабль идет. Наш друг Пэри что-то вообще упер влево. Мы уже с рации не можем с ним связаться. Какие-то все время поменьки сильно далеко. Зачем он пошел налево вообще непонятно. Вроде как планировалось идти вместе в Луперон. Возможно, что он сейчас пытается так увеличить дистанцию, чтобы потом повернуть назад и пойти по ходным курсам для того, чтобы зайти в Луперон. Потому что с полным времени мы якобы приходим. Он приходит раньше. Не знаю, про чего. В общем, вы, наверное, уже не видите, не видите. Будем, значит, просто вам рассказывать, что сейчас был только что дождик. Боковая волна иногда так хорошо покачивает. Но парус стабилизирует нас. Ну и вот какой-то идет корабль. Там с левой стороны три света белых. Говорят, что это большой. Какой-то сухогруз, либо танкеровоз. В общем, надо вдеть. Радар включен. Кто-то отдыхает. Я вахтую. Даже реально будет наслаждаться. Мы уже, друзья, видим землю. Обычно мы подошли. Нам остается каких-то 16 дней. На планетах будет продолжаться. Года в Луперон. Последние часы уже остаются. Уже усталость. Хочется поспать нормально. Начинаешь уже такое подтупливать. И, кстати, на этот момент начинают ошибки делать. Может быть, не длинный какой-то другой. Ну, в общем, смотрю за радаром. Может быть, дождик еще быть. Потому что тучка одна есть. Таксель убрали. Ветер полностью поменялся. Сейчас стал в нос. При том, что был 90 градусов. Вот так вот океанище. 8 миль до победы. Доминикан у нас не встречает теплой погоды. Ну, друзья, наконец-то рассвет. Новый день. 6 утра. И это заканчивается. Почти заканчивается. Нам туда вон горят. Оказывается, горят зеленый и красный. Видите, вход в Луперон. Можно было и ночью зайти. Море спокойное достаточно. Скажу, что очень даже приятное и спокойное. Море-океан, блядь, это сука. Азлантический океан северный. Мы добрались. Кстати, многие даже, может, не знали. Но когда-то я на Марго вышел через Багамы. С целью дойти до Луперона. До Доминиканы. До той страны. Новый. Моей страны тогда-то было. И я это сделал спустя 4 года. Не на своей лодке, но сделал. Я, сука, это сделал. Это был тяжелый крик. Реально тяжелый крик. Очень долгий. Много поломок, много ожиданий. Сто лодку сейчас привел. Почти конфетка. Некоторые инвестиции. Вообще огонь. Ну и погодные условия, конечно, блин, нас подвели. Ладно, друзья. Посмотрим, что будет за ходами регистрации. Что бы еще хотел сказать. В Перри то мы потеряли. У него какая-то была проблема с радаром. Мы шли все время вместе. Но у него какая-то есть особенность. Он не идет по Navionics. Он идет по электронному свой BBG компасу. И он постоянно отклоняется влево. Всегда влево. Мы два раза вот так с ним переходили ночные. И он уходит влево. И этот раз он просто уходит влево. Я ему пару раз говорю. Чувак, куда ты? Зачем? Иди рядом с нами. У тебя какие-то были проблемы. Давай рядом держаться. Нет, типа, я хочу туда, потому что я иду быстрее, чтобы не заходить ночью. И, короче, как? Ушел влево. И все, связь прекратилась. И мы потеряли человека. У меня три рации не добили до него. Непонятно вообще, что это было для него с его стороны. Зачем? Возможно, что он решил просто перейти в другое место и не останавливаться в Упероне. Наверное, так. Не знаю. Как солнышка не хватает ночью. Почти. И эта дорога прямо тянется, знаете, чтобы вот прямо все прочувствовать. Вот этот финиш. Непонятно, давай все в каусе. Кто же что? За тренинг поплавок висит это. Да, да. Надо иметь в виду, чтобы на винт не намотать. Видишь, поплавок там. А вот там что-то какие-то ревущие скалы. Что? Видишь, какой-то пара, блин, поднимается. Ух, волна, смотри, как ломается. Вот это опасная тема, друзья. Вот там все. Жопа. Там может лодка уже так... Уоп. Да уж. Красота тут какое-то здание заброшенное. Блин, ну вот это красивое все же место такое. Я, кстати, планировал, что если мы бы ночью заходили и что-то было бы не видно, то просто кинули бы здесь якорь, переночевали и утром бы зашли бы туда. В Лупероне есть такие прямо смешные лодки. И при том, здесь, друзья, ценник просто какой-то космический. Вот как, вот это какая-то вообще старенькая лодка. Чувак вон там сидит. Или это у меня глюки уже? Ну ищем муринг свободный, только постараться поближе. К нему подходи. Отлично. Сейчас мы будем парковаться на муринг. Я, кстати, вижу, что там он прямо близко, еще есть в муринге. Ну пошли туда. Проверь по карте глубины. Ну мы пока проходим, а там керорька. Ну тогда и идем прямо, ну. Вот эту, кстати, лодку чувак мне показывал, а точнее не показывал, а скидывал прайс и якобы ее продают за 45 тысяч долларов. 45 тысяч долларов. Вот хочется сказать, вы что, ребята, пип-пип-пип, ну вы поняли, да, маты пару раз я сказал. За это дерьмо 45 тысяч долларов, блин, вот у некоторых людей просто вот неправильное формирование цен, мне так кажется. Вот этот траулер, я надеюсь, мы его сможем посмотреть, 65 тысяч долларов. What the fuck? Последний штрих, друзья. Не очень, конечно, мы как-то привязались. Потому что эта веревка должна быть там. Ну все, можно и поспать. Хорошо, что рацию не отключал. Я так сейчас спать хочу, такой сон был. И тут такой крик. Макс, Макс, это Перик, Макс, это Перик. Пришел. Блудный сын, блин, а. Перикулат, на самом деле, 58. Выглядит он достаточно достойно. То есть нормальный чувак. Нам нравится. И вот он, тададам, пришел. Прикидывайте. Ладно, я пойду еще чуть-чуть посплю. Можно? Хорошо. Пожалуйста. Спасибо. 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 Что, друзья? Друзья, наконец-то, друзья, цивилизация. Мы идем делать чекин. Это обязательно действие, которое ты должен сделать, когда приходишь в новую страну. Так что сейчас вот так ногой подталкиваешь, разворачиваешь тузика, чтобы ты мог не упасть. Потом заходишь на тузик, вот так, к чаю есть, балансируя, и готовишься к приемку двигателя. Друзья, я не понимаю, что это и для чего это. Это, я понимаю, это, ну, это вот на озерах, на озерах, это еще ладно, какого-нибудь херня пострадает. Ну, для чего это, но... Может, это чей-то тузик просто? Ладно, мы на доминиканской земле. Йоу, луперон, друзья. Что-то музыки нет в движухе, хочется что-нибудь вкусного поесть. Ну, зато чувствуется, что победнее народ. Ну, сравнение, например, с Теркас и Кайкас или Багамас. Ну, Багамы тоже такая хрень. Ну, что, вы можете нас поздравить. Мы официально зарегистрировались, и мы прошли чек-ин. Теперь мы здесь официально. Что мы сделали? Мы пришли в иммиграционную, поставили штампы в паспорте, заплатили 75 долларов за регистрацию лодки, съездили в Косгард, который также написали заявление. Он приехал нашу на лодку, сфотографировал нас, и все, мы официально здесь. Мы даже немного погуляли, сходили в магазин. В общем, день на релаксе. Честно, так этого не хватало. И хорошо, что немножко мотает. Это очень круто. Сейчас пойдем гулять, покажу, что тут есть. Сегодня мы будем изучать, друзья, местный бар и узнаем, какие же есть коктейли в этом баре, сколько они стоят. Ну, сразу это для начинающих около 3-4 долларов. И главное, смотрите, какой шикарнейший вид. Бум! И можно посмотреть, что творится слева, что творится справа. В общем, шикарное место. Сейчас мы будем пить, смотрите, коктейльчик. Это Спайси Блэдди Мэри, Москоу. Москоу Мюл. Москоу Мюл. Москоу Руссии. Это специальный коктейль, который был создан в Руссии. Найс. Ты никогда не видел? Ты должен попробовать. Окей. Ты тоже, Антони. Он говорит, что он очень классный, специально лучший типа напиток. Если вы не пробовали, обязательно попробуйте. Чирс. Окей, пить. Друзья, расскажу фишка Блэдди Мэри Спайси. Ты, во-первых, его пьешь. Остренько. А еще есть вот такая штука, ты можешь закусить. Вот такие у нас интернациональные игры, друзья. Кстати, такой клубешник неплохой. Здесь такая, нету музыки, но по крайней мере по изи. Мы здесь можем пить коктейльчики и играть джанго. Считаю, что отличный получился отдых. Немножко коктейльчиков. Сейчас мы на Тузике продолжим путь дальше на нашу лодку. Это, кстати, один из минусов яхтинга. Что ты вроде повеселился, а теперь тебя на Тузик ехать, балансировать, как-то залазить на лодку. Хорошо, что здесь не хоть не качает. В общем, ладно, до новых встреч, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Вы поставили лайк, написали комментарий. Ну и, конечно, мир у мир. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!